Приветствую вас, друзья! Мы с вами снова едем на барахолку в этот прекрасный весенний день. Так, идём уже с вами по барахолке. Люди только раскладываются некоторые, вытаскивают из коробок свои сокровища. Кто-то уже всё разложил на столах и под столами. Посмотрим. Очень интересно, что сегодня нам приготовила барахолка. Коробочки наши любимые. Ну, в этих коробках как-то, на первый взгляд, не очень интересно. В основном, всякие хозяйственные принадлежности. Это всё из домов. Ну, видно, содержимое не тех шкафов, которые интересны нам. Ну, можно взглянуть, в принципе. В принципе, иногда бывает интересно что-то найти, нужное для хозяйства в таких коробках. Единственное, что я сегодня ехала далеко очень, на трёх видах транспорта, поэтому обращаю внимание только на самое-самое. Вот интересные тарелки стоят, красивые. Это обеденные для супа. Какое-то интересное клеймо старинное, давленное в тесте фарфор. Смотрите, феррасо, что-то такое. Очень интересные, красивые букеты. Тарелки есть и для супа, и для второго. Тяжелые, конечно, это не увезти мне. Каждый раз жалуюсь, что ничего не увезти. И каждый раз привожу почему-то целую тележку домой. Но нет, не всегда, конечно, но бывает. Так, здесь хрусталь. Какой красивый молочник. Большой, хрустальный. Вот ещё много хрусталя тоже упаковано в газеты. Какие рюмочки. Прекрасные. Здесь уже начались коробки у другого продавца. Там, не знаю, мне кажется, там было 200 или даже 300 коробок. Здесь, конечно, уже товар другого уровня и качества. Но и цены были такие, к сожалению, что ничего-то я здесь и не приобрела. Если не считать, там пары тарелочек, за которые заплатила больше 100 евро. Вот, я уже показывала в обзоре тарелочки с птичками. Здесь, конечно, была очередь. Видите, какой размах. Вот сколько там коробок. Это всё от одного продавца. Там их было человек пять. Ну, в смысле, от одного... От одной организации. Коробки были шикарные. Предметы были шикарные. Сейчас мы с вами всё посмотрим. Хоть не удалось купить, но посмотреть и снять мне удалось кое-что. Так что будем с вами любоваться красотой. Вот, не знаю, рассмотрели ли вы клеймо. Не всегда у меня это получается рассмотреть как следует. Видите, несмотря на то, что так всё навалено в коробках, но цены были такие. И там, к сожалению, я бы... Если бы цены были нормальные, адекватные... Видите, какое клеймо интересное. По-моему, это Англия. Это что-то очень старинное. Если бы цены были адекватные, я бы, наверное, всё скупила. Но, к сожалению... Вот, кое-какие цены буду называть, которые я помню, но я помню далеко не всё. Так, какая крышка. В стиле Югент. От супницы. Очень красиво. Начало 20 века. Может, даже конец 19-го. Посмотрите, какой кувшин. Замечательный. Тоже. И вазочка. Очень много было скандинавской посуды. Royal Copenhagen был представлен в ассортименте. Посмотрите, какая красота. Какая красивая стеклянная вещь. Ваза сиреневого тяжёлого стекла с золотом. Никогда такого раньше не встречала. Какой-то интересный чемоданчик. Ну, скорее всего, это для кассет. Вот даже новенький, видите. Даже ещё есть от него этикетка. Да, это, скорее всего, для аудиокассет. Винтажный такой чемоданчик. Глаза разбегаются. Вот здесь было очень приятно то, что коробки были поставлены на столы. Не надо было сильно нагибаться. Можно было хорошо всё рассмотреть. Вот тоже огромный сервис. Он был распределён по многим коробкам. Будет встречаться нам сегодня частенько. Вот тоже какое-то интересное клеймо. Все вещи такие стояли, видно, где-то давно. Многие запылённые такие. Смотрите, какая керамическая штука. Ёмкость удивительной красоты. Великолепнейшие тарелки. Блюда. Чего только не было в этих коробках. Я уж насмотрелась, конечно, вдоволь. Натрогалась и немножечко поснимала. Вот КПМ. Royal KPM Berlin. Такие великолепнейшие тарелки. Были они по 75 евро. Ну, в принципе, это не очень дорого для этой фирмы. Потому что если бы такие вещи покупать в магазине, они несколько сотен евро стоили бы. Но всё равно для барахолки это всё-таки дороговато. Купил одну тарелку, купил вторую. И закончились все деньги. Вот такие вот маленькие тарелочки. Видите, всё это Royal Copenhagen. Прекраснейшие. Вот в основном в голубых таких вот тонах. Вот здесь тарелочка от Rosenthal. Björn Wimbleden. Дизайнер, художник. Вот тоже великолепнейшая вазочка настенная. Ручной росписи. И замечательные, опять же, скандинавские бутылки. Коллекционные. Видно, люди. Те люди, чьи эти вещи были когда-то. Были большими любителями скандинавских вещей, скандинавской посуды. Дизайнеров и так далее. Очень много. Вот тоже тарелочки Royal Copenhagen. А вот и эти тарелочки с птичками, которые я пыталась очень долго выторговать. И продавец нет. Продавец не уступал совершенно. Ну, охота, пущие неволи. Я их приобрела. Единственное из всего этого великолепия. Вот видите, вот этот же сервиз, про который я говорила. В каком большом ассортименте. Насколько много персон. Он просто очень-очень красивый. Вот все время показываю вам клеймо. Чудеснейшие вещи. Все продавалось в разброс. Любой мог купить одну тарелку. Или две тарелки. Или три. Продавцов это совершенно не интересовало. Какой хрусталь чудесный там лежал. Посмотрите, какие рюмочки. Просто чудо. Потом я в конце барахолки еще раз прошлась по этим коробкам. Думала, может быть, к концу барахолки, к концу дня продавцы будут более сговорчивыми. Но нет. Цены не изменились. А вот среди вещей появились уже и сколы, и потери. К сожалению, вот так вот. Не знаю, какой вот так принцип продаж у людей. Я не могу этого понять. Посмотрите, какое чудо. Фигурка. Девочка с цыплятами. Вот. Да. Так вот. Любуемся с вами просто. Очень много разных интересных вещей. К сожалению, видите, свет падает так, что солнце было такое яркое, что не знаешь, как снимать. Снимаешь спиной к солнцу, падает тень, поэтому сейчас повернулась уже. Не все удалось снять нормально. Вот какие-то металлические вещи. Клеймо есть. Это салфетница. Посеребрение. Там и серебро было. Очень богатая коллекция. Не знаю, даже из одного дома или из нескольких домов. Но какой-то определенный один стиль все-таки прослеживался в этих вещах. Так что предполагаю, что это просто из какого-то очень богатого дома. Может быть, магазина. Такое тоже может быть. Может быть, из какого-то склада, закрывшегося магазина. Посуды, интерьерных вещей. Такое тоже может быть. Вот здесь даже книги. Мы видим каталоги. Супница, опять же, Royal Gopengagen. Не супница, а бульонная суповая чашечка. Ваза. Тут же сковородки. Кофейник с плетеной ручкой. Вот опять маленькие тарелочки. От этой же фирмы Royal Gopengagen. Их подвешивают на стены. И такие чудесные керамические, дизайнерские вещи. Дата на одной стояла. 1979 год. А здесь, смотрите, какие чудесные листочки. Тоже скандинавские. Крышка от супницы чудеснейшая. Какая ручка необыкновенная. И вот еще один листочек тоже из этого же сервиза. Тоже пастрюльки. А вот, посмотрите, какие тарелки. И вот, видите, они уже с потерями по краям. Уже отбито все. Ну, какой замечательный рисунок. Даже не знаю, что это за клеймо такое. Ну, какое чудо. Бабочки, цветы. И, по-моему, это даже ручная роспись. Вот, несколько тарелочек было. Уже с потерями. Вот, видите, трещина большая идет через эту тарелку. Ну, так вот, видите, как все лежит. А это розенталь. Тоже, тот же самый знаменитый дизайнер. Какие рюмки тончайшие. Тоже здесь все навалено. Просто чудо, какая гравировка тонкая. Здесь тоже всякие дизайнерские вещички. Смотрите, какая керамическая штука. Ручки уже отвалили. Люди в основном все смотрели. Вот, смотрите, тарелка. Тоже розенталь. Тысяча и одна ночь. Люди многие смотрели. Подходили к продавцу, если им что-то нравилось. И, услышав цену, клали обратно всю коробку. Продавец был такой, знаете, очень довольно агрессивная манера. Продаж. Такая какая-то немножко неприятная. Вот. И, ну, не знаю. Такой вот продавец. Я потом его встречала уже на других барахолках. Ну, такая вот манера. Вот эту чашечку без клейма. Я понесла к продавцу. Хотела купить. Ну, он сказал, что она стоит 25 евро. Ну, не знаю. Решайте сами, как вы думаете. Как вам цена? За одну чашечку без клейма. Даже блюдца не было. Я думала, может быть, он мне ее недорого продаст. Ну, не получилось. Положила обратно. Ну, посмотрите, какая тарелка. Клеймо, по-моему, Пиркинхаммер. Замечательный декор. Из васильков и пшеницы. Голосков пшеницы. Как в жизни васильки часто растут на полях пшеничных. Такой же декор запечатлел художник на тарелках. Вот тоже какая картинка. Ручная роспись Клематис. Так, прям написан, нарисован. Реалистично, здорово. Время от времени мне приходится убирать звук, потому что музыка играла очень громко. Вот, смотрите, какие интересные фигурки. Мишек 2000-е года. Виктор. Не знаю, это имя... Ой, чуть не уронила. Это имя этого медвежонка, наверное. Может быть, что-то другое. Виктор зовут моего племянника. Поэтому мне было приятно увидеть это имя. Она такой прекрасной, симпатичной фигурки. И вот тоже фигурка, тоже какая-то интересная. Эмма. Лимитированная серия. Девочка с игрушками, с черепашкой. Вот эти бокалы тоже. Просто чудо какое-то. Какая ручка необыкновенная. Тут же какой-то сувенирный арбалет лежит. Тоже бокалы из этой же серии, скорее всего. Чудо-сахарница. Конечно же, по классике жанра с сахаром. Да, этот чудесный сервиз здесь был. И вот такое вот стекло гудное. По-моему, его называют. Очень такое тяжелое, толстое. Необыкновенная техника. Очень красиво. А это, похоже, зажигалка из камня. Из оникса, наверное. Скорее всего. И вот эти вот голубые узнаваемые вазочки. Предметы. Дройл Копенгаген. Здесь тоже сервиз. Видите, просто необыкновенные коробки. И смотришь на них, как лиса на виноград. Вот еще такие же. Из той же серии вокальчики, мне кажется. Здесь такая гравировка с чайками. Тоже никогда такую раньше не встречала. Гравировка с птицами. И такая вот какая-то редкость. Наверное, что-то очень особенное. Прелестный соусник из того же сервиза, который нам уже многократно встречался в этих коробках. И опять Винблат. Чудо. Просто не сервиз. Маски африканские. Это основание для лампы. На керамической такой вот. Похоже на вази. Ножки. И вот еще одна лампа. Тоже керамическая. Здесь еще. И вот такая вот чудесная тарелочка с ягодами ежевики. И опять в сервиз. Здесь керамика. Вот вы видели, да? Уже одного кувшина отбит носик. А здесь посмотрите, какое чудо. Это же молочник такой тоже необыкновенный. Необыкновенный какой-то. А какая-то рина с ручной росписью. Сахарница. Медальон. Бисквитный. Подсвечник. И это я только еще по верхам смотрю. Даже еще и не копала вовнутрь особо. До дна. До дна и докопалась. Вот какая-то баночка, наверное, для чая. Ну, видите, в коробках-то, когда люди покупают, в коробках уменьшается товар. А здесь, видите, коробки все полны-полны. Особо вещи-то там... Ой, какое чудо. Эта вазочка, наверное. Вещи-то особо, видите, оттуда не убывали. Хотя я там долго ходила. Эта вазочка и вот эта, наверное, тоже вазочка. Другой такой формы. Было большое количество прекраснейшей керамики. Стекла. Вот тарелки тоже от сервиза. Тоже ручная роспись. Такой простенький рисунок, но очень элегантный. Дорого выглядели. Такая вот ваза с достопримечательностью какой-то, я так понимаю. Вон там еще одна ваза виднеется из этой же серии. Такая вот ваза. Такая с ваза.